Друзья, для каждой команды КВН финал это как запретный плод. Его очень хочется вкусить. Итак, Эдем, первый мужчина на земле. Раз, два, три, четыре, о-о-о-о, здесь на всех девчонок хватит. Так что происходит вообще? Господа, кто все это придумал, а? Обманщик Олег. Что вы несете, Тимофей, у нас в театре нет никакого Олега. Нету, нету. Так, давайте следующую постановку. Армянская версия Анны Карениной. Ты хоть знаешь, чья эта машина? Чья? Она Каренина. Карен приедет, он тебе голову оторвет. Вы в своем уме? Тимофей, и вот этим вы решили удивлять нашего зрителя? Нет, я удивлюсь зрителя фокусом. Например, достану кролика и шляпы. На. Пошел вон. Ну и до свидания. У вас шляпа упала. Я так и репетировал. Переходим к следующему действию. Иван Сергеевич Тургенев. Му-му. Так, Тимофей. Слушайте, вы уже третью игру подряд зрителям показываете своего Герасима. Вы вообще другую литературу читаете? Конечно. Преступление и наказание. Так, переходим к экспериментальным жанрам. Театр абсурда представляет постановку «Мастер и Маргарита». Так, Тимофей! Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Прекратите делать массаж! Но мы не можем. Аннушка уже разлила масло. О, Господи. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, всё. Мне это надоело. Я не знаю, как на вас леять. И поэтому я к нам в театр сюда позвал. Начальницу управления по делам культуры, молодёжной политики и... И прочих вещей, не приносящих денег. Да, и Зольду Игоревну. Нет, я хочу. Нет, я хочу. Привет, привет, искусственные люди. Вообще-то люди искусства. Ничего не знаю. По документам я всё правильно сказала. Значит так, самодеятельность. Если вы хотите дальше работать в этом театре, то все главные роли в постановках должна играть я. Ха, вы меня, конечно, извините. Но какая из вас актриса выживёт? Чоп-чоп-чоп! Мальчик мой. Моему мужу 60. Да я так отыгрываю, мне Оскар можно дать. Да? Ну тогда можете сыграть у нас Белоснежку. Вот так вот сразу. Белоснежка и семь гномов. Ну где же, где же мой прекрасный принц? Идёт, идёт. Покойся с миром, Белоснежка. Что? Ты меня? Нет, дорогая, это я тебя. Нет, 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 нет. Так, ну всё, повеселись и хватит. Отпустите её. Да в гробу я видала ваш театр. А ты, ушастый, вообще уволен. Чё? Да вы не можете меня уволить. Я так-то 20 лет этому театру отдал. Тебе всего 20. А должно было быть 40. Я 20 театру отдал. Чё, считать не умеешь? Так, Тимофей, давайте... Чёп-чёп-чёп! Заразила? Да у вас не театр, разбор, ещё каких-то, извиняюсь, придурков. Да как вы смеете так говорить о людях искусства? Да, у ребят не всё получается, но в целом это интеллигентные, образованные личности. Вот смотри, отпустишь меня, я прям в жюри улечу. Переходим к эпилогу. Дамы и господа, ну и закончить нам бы хотелось словами величайшего литературного персонажа. Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл. Тимофей. У каждого свои кумиры. Виват, наш дорогой зритель. Друзья, на этот конкурс наша республика выделила нам 1 миллион рублей. И поэтому мы решили пригласить настоящую звезду. Встречайте, Григорий Лев! Шамиль, беда. Что случилось? Форс-мажор. Не понимаю. Короче, нас кинули. Нормально, объясни. Мы решили никого не злат и деньги между собой поделить. Круто, миллион населеры. Трек запишу. А кто такой Лев? Какая разница, нас кинули. Так, остановитесь. Ты дурак. И кто тебя вообще на это надоумил? Ток-ток. Кто высшую лигу, салам алейкум, сделал, тот и надоумил. Всем салам алейкум. О, чеченцы, салам алейкум. Салам алейкум. Вот эти с вами? Да. Общие. Друзья, это Санжар, участник команды КВН Азия Микс. Зачем вы его позвали? Мы хотим взять его в команду. В смысле? Но он же киргыз. И необычный чеченец. Санжар, я надеюсь, ты нам поможешь? Конечно, помогу. И мне за это ничего не надо. Ни квартиры в Грозном, ни машины, ни звания народного артиста. Я сделаю это от души. Так сказать, от чистого сердца. Его нет в зале. Ну, телевизор же он смотрит, правильно? Санжар, ты же чемпион высшей лиги. И наверняка знаешь какие-то секреты. Конечно, знаю. И самое главное сейчас вам, самый главный секрет расскажу. Идем сюда. Да, поближе идите. Э, ну не так близко вы с чеченцами. Короче, в КВН самое главное это смешные шутки. Да какой это секрет? Это все знают. Все знают. Я тебе сейчас пару команд приведу, сам лично это скажешь. Понятно? Короче, пока не забыл, давайте с вами салфанемся. Давайте поближе к чечне. Выложу в инстаграм, КРГС помогает чечне. Зачем? Ну а вдруг он телевизор не смотрит? Ладно, пацаны, что делать будем? Как что делать? Финал проходить. А для этого нам надо, знаете, такое вот в нашем стиле, такое массовое, красочное, такое театральное. Например, красавица и чудовище. А, это там, где красавица попадает в замок-чудовище? Да, да, да. И где мебель летает и разговаривает? А я думал, это только я вижу. Не, не, я тоже вижу. Короче, красавица и чудовище, да? Тем более с ролями проблем не будет, вот ты чудовище. Или ты чудовище. Я смотрю, тут вообще на эту роль целый кастинг можно провести. А то красавицу будет играть. Как то? Конечно же, самый красивый человек, стоящий сейчас на сцене. Согласен. Второй самый красивый человек, стоящий на этой сцене. Короче, я буду красавицей. Эй, а что сразу ты красавица? Я тоже хочу быть красавицей. Я тоже, я тоже, я тоже играю красавица. Эй, подождите. Братан, тебя не смущай, что гордый киргиз хочет играть эту роль. Знаешь, меня сейчас больше смутило, что толпа чеченцев чуть не подрала за женскую роль. Короче, сюда слушаем меня. Я красавица, ты чудовище, а остальные подыгрывают. Я не понял, что это чеченцами командует киргиз. Подожди, Кадыров, что, киргиз что ли? Короче, пока я лишнего не наговорил, давайте начинать. Вот вы вдвоем со мной, объявляй, Шамиль. Дорогие друзья, сегодня специально для вас известнейшая постановка... Шамиль, 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 дай их паспорта. А то МВДшники чуть двух актеров не забрали. Дорогие друзья, киргизко-чеченский драматический театр, сокращенно КЧДТ, представляет вам юмористическую постановку «Красавица и чудовище». Эй, Шамиль, Шамиль, тормози, тормози. Ты можешь чуть, не знаю, помедленнее объявлять? Я тебе что, киркоров что ли так быстро переодеваться надо? Можно быть. Ладно. Итак, представьте, был... Ну я готов. В заколдованном замке, скрытом в темном лесу, живет ужасное чудовище. Эй! Я не помню, ты что, с Википедии оригинал читаешь что ли? Давай наш сценарий. Ну хорошо. Короче, шла красавица по лесу, и вдруг к ней навстречу идет чеченец. Так, стоп. Я не помню, в нашей сказке что, красавица до чудовища не доходит, да? Все нормально, не беспокойся. Прошел чеченец дальше, вышел к дороге, поймал такси, говорит... Эй, этого же не было в сценарии. Подожди, я сейчас брата провожу. А мне что делать? Не знаю, в порядок себя приведи. В порядок себя приведи. Я в отличной спортивной форме. Все, я вернулся. Короче, пошла красавица дальше, повернула чуть-чуть налево и увидела перед собой чудовище. Я чудовище? Меня заколдовала злая ведьма. И если в меня не влюбится красавица, пока не завянет этот цветок, я останусь таким навечно. Слышь, чудовище, ты где это взял? За кулисами. Пошел быстро и вернул. Не для тебя это из Кыргызстана вез. Вот человек взял сюрприз, испортил бы. Вышли все на сцену, заканчиваем. Дорогие друзья, вот почему мы показали в Кыргызне сказку «Красавица и чудовище». Потому что Кыргызстан и сказка очень похожи. Ведь только в сказке Кыргызстан может назвать чеченцев чудовищами, а чеченцы Кыргызстан красавицей. И никому за это ничего не будет. По крайней мере на этой сцене. Для вас выступала сборная вузов Чеченской Республики. И Эрмек Кеницаров. Спасибо. Ну что, премьерка, финал. Давайте веселиться. Поехали, ребята. Поехали. Глава из родного дома позвала игра. В последний раз в сезоне собралась эта толпа. Будем бегать мы до утра. Юбилейный год успехного налета. Чемпион один. А хочется, чтобы много. А хочется, чтобы много. Ну что ж, добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Ну что, ребята, рассказывайте. Как отдохнули? Как лето? Я летом уезжал в Корею. Ого, а я в Азербайджан ездил. А я уезжал в Судан. И это было лучшее лето в России. Начинается. Бах, а ты как отдохнул? А я все лето с друзьями в Москве пахал. Тут просто один знакомый работенку подкинул. О, что за знакомый? Собянин. Бродяга. Больше с них холостой ему не надо. Жизнь в золотой охоте свадьба. В сборной РУДН самая классная команда. Сан Саныч самый классный ведущий. А политический так себе. Опа! Это что такое, Шевгид? Ты где был? Я в карты играл. Послушай, какие карты в финал премьер-лиги, а? Че-че, подожди. Алло, саламу алейкум. Да, он вышел. Да, станцевал. Э, четко ты эти шестерки ему на погоны бросил. Да, потому что ты тут все решаешь. Азербайджан, сила! Да не стреляй, ты че там творишь? Так, Шевги. А Юлий Соломонович попозже поговорим? Встань на место, а. А, Юля, пока они тут ругаются. Может быть, поедем ко мне? Не дождешься. Юля, если ты мне откажешь, я тебя украду. То есть те крабовые палочки в магазине тебе тоже отказали? Послушай, какие крабовые палочки, иди отсюда, а? Ребята, финал премьерки, что у нас в жюри скажет? Спокойно! Ниже роста только губим, о-е-е. Только дело не разверим, о-е-е. Ребята, я с жюри уже все решил. Вот, убедитесь сами. Здорово, Дим. Я понимаю, что ты поставишь нам нормальные оценки. Гусман всегда был за дружбу народов. А вот че с Масляковым делать? Ты вот этот конверт потихохоньку, прямо в белые рученьки. Схема велосипед беспроигрышная. Масляков взятку не возьмет. Возьмет, все берут. А он не возьмет. Не-не-не, ребята, я хочу напомнить, что одну восьмую, четвертьфинал, полуфинал мы сыграли сами. Нам осталось выстоять один раунд. Именно поэтому я пригласил человека, который совсем недавно отстоял 10 раундов. Итак, встречайте, Конор МакГрегор! Конор, ты че вышел? А ты че не в курсе? В декабре в Москве у меня состоится бой с вашим лучшим бойцом в смешанных единоборствах. Хабибом Нурмагомедовым. Поэтому сейчас мне нужен Хабиб! Это кто? Хабибы. Их в Москве знаешь сколько? Надо было быть конкретнее. Ну, который боец UFC? В моей весовой категории. Нурмагомедов. Ребята, вы че с ним церемонитесь? Эээ, парни, да я не МакГрегор, я Серега из команды Рудуэн, это краска! Опять, опять Ирлашку вынесли! Эээ, какой Ирлашка? Тебе не кажется, что это не толерантно? Вы меня звали? А вы кто? Толерантность. А вы разве в нашей команде есть? Ну да, Кудрявый, ты же еще живой. Так это что получается? Меня больше никто не будет называть Хачиком? Конечно нет, Карлик. Вы назвали его Карликом? Ну да, ребят, я же толерантность, не путайте меня с воспитанностью. Ага, ну и зачем вы к нам вышли? Ой, послушай, парень с другими глазами. Я здесь не к вам. Уважаемые жюри, если в высшей лиге международного, союза КВН не будет международной команды, то тут попахивает расизмом. На сцене вся Москва, все в наших руках. Нас снова собрала любимая игра. Хотели и дошли до самого конца, сыграли год у сына. Теперь хотим мы у отца. Бить КВН за РУДН, вот этот черный русский. Топ, топ, топ. Вот этот пусть как разный русский. Топ, топ, топ. Вот этот очень низкий русский. Топ, 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 топ. Вот этот бородатый русский. А кто нам может разрешить? Вот этот самый главный русский. Вау! Топ, 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 топ. О, это сумасшедший русский. Добрый вечер, здрасте. Мы немного неуверенная команда, но несмотря на это выиграли две предыдущие игры. Александр Васильевич даже с балкона пересел поближе посмотреть, что за фигня с его игрой происходит. Ну мы вообще за лето изменились. Вот Егор похорошел, а Алина возмужала. Хотя договаривались они наоборот. Вообще мы летом всей командой в Крым съездили. Как бы вдруг это сейчас обязательно. Финал надо удивлять, поэтому Алина приготовила танец. Давай. Я не буду, на меня кавказец пялится. Алина, это Гусман. Ну с нами по-прежнему ездит человек для самоутверждения. Вань, что случилось? На тебе лица нет. Да я говорю, это лицо. Да нет. Да-да. Да-да. Что это за ленточка? Я пока шел по пути, мисс ПТУ выиграл. Говорят, я там норм. Но Ваня из тех людей, вот за места возле него доплачивают в лоукостерах. Это победа, друзья. Говорят, на некрасивом человеке природа отдохнула. Так вот на Ване она прям дикарями в Анапу уехала и трубку не брала. Короче, я тут узнал, что Децл за оскорбление лохматым чмом 300 тысяч отсудил. Вот все оскорбления в мой адрес. Вань, я боюсь спросить, сколько мы за это должны? 375 рублей. Слава богу, он еще и тупой. 376. О, живем, народ. Вань, тебе никто за это платить не будет. Ах так? Тогда я брата позову. Андрюха, иди сюда. А, ты уже тут? Вань, это твой брат. Ну да, а что? Ну он выглядит, как будто чайный пакетик второй раз заварили. 377. Глядя на этих, понимаешь, что Березутские нормальные братья. 378. А у вас еще родители российские режиссеры, у них первая часть не получилась, они вторую выпустили. Ща-ща до пятихатки потерпим. Идите отсюда, бизнесмены. 12 дней коту под хвост. Егор, ты сейчас о чем? Да меня прям перед финалом девушка бросила. Алина, пойдем отомстим. Я не буду с тобой спать. Да не спать, просто наваляем ей. Ты ведь жилистая. Ребят, давайте как-то поглобальней. Мы уже год на первом канале, надо о повышении задумываться. Вот Андрей Малахов ушел, и пусть говорят. Я решил на роль ведущего попробоваться. Чем черт не шутит? Внимание на экран. А давайте по одному. Тут сейчас не это. Я для кого это все говорю? Кто-нибудь хочет повезти? Нет, не надо слов. Не надо паники. Это мой последний день. Жалко, конечно, что премьер-лига только 15 лет просуществовала. Ваня, ты что, прям вообще все вещи постирал? Нет. Я вышел доказать, что я без комплексов. И без сострадания к людям. Это же нашумевший костюм Лолиты. Блин, страшно. А что страшно? Там Лолита где-то сейчас без костюма ходит. Вань, ты нам такой лиричный момент в финале испортил. Сан Саныч, вы нас простите, мы как бы нормальная команда. Да и вообще, мне кажется, у нас с вами много общего. Ко мне тоже до сих пор отец на работу ходит. А ко мне сегодня на игру тоже родители приехали. Мам, пап, выходите. Да ладно, Ванька, че мы сейчас попремся все. Нравится, занимайтесь, ребятишки. Вы че, меня стесняетесь? Да почему? Просто мы люди не публичные. Я в неглаженном, мать в слезах. Мам, ну ты-то че? Ох, мать, оно прямо на тебя бежит. Ну и что хотелось бы сказать в конце. Кстати, это Андрей, он всегда играл с нами, просто решился выйти только сейчас. Хотя такое ощущение, что эта дрянь просто подождала, пока мы станем популярными. Ну бог тебе, судья, Андрей. Нам в университете перед финалом сказали, там, порвите всех, перейдьте катком, покажите сибирский характер. Хочется спросить, они наши эфиры смотрели вообще или нет. Виват, наш дорогой зритель. Перегорел к финалу, Андрюх, конечно. Так-то спасибо. Нас не было 6 лет. И все эти годы команда «Вятка» сидела в тылу и терпеливо ждала, когда у Александра Васильевича закончатся азиаты. Закончатся азиаты. Ассаламу алейкум, Москва! Мы из Кургалжино. Да ладно, братан, не хвастайся, чё ты. Хорошо, хорошо. Ребята, не забывайте, что мы казахи. Кто у нас поющий парень? Вот он хорошо поёт. Да ладно, чё ты врёшь? Я здесь стою с тобой пою, я ж забыл объявить, ё-моё. Итак, дорогие дамы и господа, а теперь на сцену выходит человек, который все свои деньги хранит там, где процветает футбол, а сам живёт там, где умирает футбол. Человек, который... Да чё я говорю? Вот он, короче. Итак, встречайте, сэр. Сэр, говорю, прикинь. Мэр Кургажино. Все барбосы смотрят на мои новые кроссы. Все барбосы смотрят на мои новые кроссы. Все барбосы смотрят... Так, Таня, в следующий раз как на репетиции вставай. АПЛОДИСМЕНТЫ А то как-то некрасиво получилось. Уважаемые жюри, вот, вот такой вот я богатый человек. Хватит смеяться. Я говорю, хватит. Назарбаев едет. Ёлки-палки. Из-за нас я сам испугался. Из-за тебя конкретно. Брата, рефлекс, рефлекс у меня просто сработало. Стань на место. Э, вы почему не показываете мой любимый номер? Сейчас покажем. Телеканал Дискавери представляет казахского тушканчика в замедленном повторе. Что? У-у-у. У-у-у. Шут. Вот это вот, вот это смешно. Вообще не смешно. Просто покривлялся. Ты что сказал, придурок? Вообще-то это он сказал. Эй. Я говорю, он сказал. Эй. Я говорю, он. Эй, помолчи, братан, ты все усугубляешь. Здесь кто-то сказал, я говорю, он. Эй, помолчи, братан, ты все усугубляешь? Коргалжинская полиция, документики, пожалуйста, верните. О, мэр, а вы что опять из государственного бюджета выруйте? А ну-ка пройдем в отделение. Эй, руки отпусти. Не отпущу. Эй, руки отпусти. Не отпущу. Эй, руки отпусти. Не отпущу. Эл-Джей, розовое вино. Правильно. Ребятки, это же Москва. Тут нужно удивлять, как Грудинин. А-а-а. Да, ну-у-у. Да, вау, 11 процентов, мало же. Ну, значит, нужно постараться. Давайте рассмешим Москву. Да. О-о-о. Даня, а ты не против объявлять наши номера? Нет, конечно. Спасибо. Дорогие друзья, давайте представим. Разборка парней с очень, ну, очень маленьким словарным запасом. Эй, пацаны, это вы, да, это самое, как его, ну, это, как его, это самое, вот это вот, а? Че, 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 че? Эй, значит, это вы, да, это самое, как его, ну, это, как его, вот это вот, а? Не, че, 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 че. Стоять! Лейтенант Шарипов, че вы тут это самое, как его там, а? Или вы вообще здесь че, а? Не прелюбодействуете? Йо-о-о! Как, 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 как? Не прелюбодействуете? Йо-о-о! Честно. Давайте пофантазируем и представим. Американский гангстер-рэпер снимает свой первый видеоклип. Американский гангстер-рэпер снимает свой первый видеоклип. Двигаемся далее. Коргалжинская версия известного кинофильма «Крёстный отец». Ты приходишь ко мне домой в день свадьбы моей дочери и просишь магнитофон? А как мы танцевать будем? Давайте представим себе такую ситуацию. У известного видеоблогера Юрия Дудя закончились все гости, и он пригласил к себе на интервью нашего мэра. Вот. Вот такой вот я богатый человек. Понятно. А можно я задам вопрос? Хорошо. Скриптонит казах? Казах. Я же вам говорил, он казах, вы мне не верили. Идите домой. Ой, ё-моё, я думал, змея. Это, вы будете? Я буду. А ты будешь? Я буду. А Юрий будет дуть? Ты чё, гонишь, что ли, это первый канал? Ну я же не виноват, что у него трек такой. Иди отсюда! Может быть, приступим к вопросам? А? Да не, уже смешнее не будет. В общем, друзья, сегодня Кургалжино впервые появилось на Первом канале. Если так попрёт, то мы ещё и на карте появимся. Сборная Кургалжино! Всё для вас, родные! Лето, это пора отдыха. Ну что, Москва, встречай отдыхающих из Ставрополя. А впереди ещё три дня и три ночи. И шашлычок, мотканье, чё, пускай с другом. Здорово, молодёжь! Дядь Ген, ну ладно этот, но вы зачем ведёте себя как ребёнок? У меня день рождения 29 февраля, мне сейчас 12 лет. Вы идиоты! Идите отсюда! Ах так! Я люблю тебя, но я тебя бросаю. Шо ты делаешь? Я делаю ему больно. Да, повезло же в такой семье родиться. А я вообще везучий. Когда в школе на выпускном все пошли сексом заниматься, я рассвет встречал. И у меня одного остались хорошие впечатления. Правильно, сынок, правильно. Это, конечно, прозвучит грубо, но если вы сейчас не уйдёте, вы у меня землю жрать будете. О, чё думаешь? Да не, нафиг надо. Да ну! Знаешь, какая в Москве земля дорогая, можно и похавать. Да идите вы в баню! Ну, а шо я сказал? Чё он вещь, а вы гоняли? Михаил Дудиков, начинаем! Давайте немного пофантазируем. Семья с очень странными наказаниями. Так, ну-ка, быстро иди сюда! Значит, звонили из школы, опять ты там на кассе порил. Ну-ка, снимай штаны! Давай, 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 давай! Всё, месяц без штанов, они теперь мои! Так, ты мусор вынес? Снимай штаны! Да что ж всё дня за день-то? Полгода без штанов! А так хотел сделать абсолютно каждый, прогуливаясь по скверу. Ты посмотри на них! Спасибо! Спасибо! Вас тоже бесит, когда ваша девушка с кем-то целуется? Ты кто такой, урод? Ты больше не хочешь на любви, ты как-то рядом больше не хочешь купить. Ты кто такой, урод? Не надо больше не хочешь... Сейчас в социальных сетях распространён конкурс репостов, где кто угодно может выиграть что угодно, просто поделившись записью на своей странице. Итак, представьте, эти кто угодно выиграли поход в спа-салон! Извините, ничего, что мы прямо на пол наступаем? Ничего. Здравствуйте! Может, мы что-нибудь вам выберем? Как насчёт рыбного пилинга? И что, вкусно? Нет, вы не поняли. Это такая процедура, где маленькие рыбки покусывают вам ноги. Типа наоборот, мы их кормим. Не, не надо. Давайте тогда сделаем вам ламинирование волос. А может, лучше сразу ксерокопирование волос? Нет. Также мы можем предложить вам чистку лица. После этой процедуры лицо будет как новое. Ну вот, а ты жаловался, что тебе всю жизнь с этим лицом ходить. Сейчас тебе тётя поменяет. Можно мне лучше ногти подстричь? Маникюр? Ногти. Это когда на пальце в конце мягкого твёрдое начинается. Слушайте, а идите в баню. Ну что я опять сказал? Я просто не понимаю. Подождите. Я в прямом смысле. А, конечно, иди, там тепло. Носки не снимай. Также у нас ещё есть... Да ну нафиг! Ну это ж совсем другое дело, сынок. А самое главное, как быстро? Пойдём домой. Папа, я здесь. Ты кто такой, чучело? Мы с сыном идём за мороженым. Серёж, пойдём, пойдём скорее. Друзья, ну и что хотелось бы сказать? Сашка, можно я? Знаете, я на самом деле всегда хотел быть таким же умным, как Евгений Донских. Хотел быть всегда таким же красивым, как Екатерина Скулкина. Таким же талантливым, как Михаил Башкатов. Таким же брутальным, как Дмитрий Бушуев. А Алексей Кривеня? А шо Кривеня? Кривеня тоже хотел бы. Свет так для корчен. Каждый свет. Здравствуйте. На сцене команда КВН-актёры. Напоминаем, что мы единственные профессиональные актёры, которые догадались попасть в телевизор через КВН. И сейчас мы приведём вам пару примеров разницы между театром и КВНом. Как играют в КВН-е. Молодёжь, молодёжь, мы из Петербурга. Привет, Москва! Как играют в театре? Ваня, Ванечка, Ванюша! Таня, 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 а ты откуда? Я из Петербурга. Ишь ты, и я тоже. И мы так молоды, Ванечка! Мы, молодёжь, из Петербурга! Догоняй! В общем, вы поняли. Наша команда балансирует где-то между этих двух жанров. Ну а как? Вы узнаете в миниатюрах. И снова здравствуйте. Мы, как актёры, по роду своей деятельности обязаны знать, что происходит в современном кинематографе. И сейчас многое в нём решают продюсеры. Итак, в офисе Уолта Диснея. Ладно, Дональд, зарплату мы тебе повысим. Чего ты ещё хочешь? Бабу. Бабу. Бабу-бабу. Бабу-бабу. А, ты хочешь, чтобы мы сделали из тебя бабу? Дэйзи Дак! Это ж гениально! Бабу-бабу. Бабу-бабу. Также, как актёры, мы следим за своими коллегами по цеху. И мы заметили, что в последнее время в боевиках злодеи часто наступают на одни и те же грабли. Где они находятся? Отвечай. Это развяжет тебе язык. Где они? Где они, отвечай? Они там, где ты. И на то же, потому что спрятаны в лесу. Говори погромче. Сначала и погромче. Отвечай. АРТЕК ani! Оппа, оппа... Тише, спокойно, медленно положим оружие на пол. Вот так. А теперь пни оружие ко мне. А мы продолжаем наблюдение за современным кинематографом. Итак, представьте, эпический фильм, эпичный момент, и вот что-то ведь пошло не так. Он был великим императором и достоин того, чтобы его тело гордо пронесли по улицам Рима. Он был настоящим воином и нашим другом. Настоящий. Великий человек. Настоящий воин. Он прекрасный тактик. Полководец. Великий воин. Великий воин. Товарищ в оружии. Настоящий друг. Великий тени и мастерства. Да это невозможно. Я понимаю, Август больше всех переживает. Но так надираться это свинство. Но он был великий воин. Но это не повод, Август. Да мы больше. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а мы продолжаем погружение в современный кинематограф. И здесь, на самом дне, хотели бы показать вам небольшой эпизод из российского телесериала. Ну как вы там? Как погода? Везет, а у нас мороз. Мам, слышишь меня, мам? Я теперь в рок-группе играю. Спасибо. Спасибо. Наверняка вы тоже обратили внимание, что человеку на том конце провода тяжеловато вести с ней диалог. Но мы все-таки попробуем. Ну как вы там? Как погода? Везет, а у нас мороз. Мам, слышишь меня, мам? Я теперь в рок-группе играю. С какой рок-группой? Ага, басисткой. О чем ты говоришь? У нас сегодня концерт. Я не понимаю. А, я рядом, сейчас посмотрю. Рядом, с чем ты находишься, алло? Спасибо. Спасибо. Но мы, как актеры, все-таки можем представить себе человека, который смог бы с ней поговорить. Ну как вы там? Как погода? Очень жарко, как у вас? Везет, а у нас мороз. Да-да-да-да-да. Мам, слышишь меня, мам? Да слышу, слышу. Я теперь в рок-группе играю. Офигеть, басисткой? Ага, басисткой. Круто, круто. Сейчас сегодня концерт. Мне плевать, ты рядом с компом, почта, почта. А, я рядом, сейчас посмотрю. Посмотри, посмотри, письма пришли, пришли, пришли. Да, все пришло. Посмотри, как мы, как мы, как мы. Супер. Как мы, да. Вы такие красивые. Да, 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 да. Я так соскучу. Я тоже, кстати, беременна, будет брат. Ой, правда? Да, да. А, супер. Надо деда обрадовать. Не надо радовать, деда не родной. Все, пока, пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Для вас выступала команда КВН «Актеры». Единственные профессиональные актеры, которые мечтают на сцене театра российской армии сыграть в КВН. Я знаю препятствия, я знаю настанет светлый час. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...